ой ребят что творится ведь гидрометцентр нам обещает всего 23 градуса смотрите на градуснике по факту 31 градус и я вам хочу сказать это не на солнце солнце включилась буквально секунду назад сегодня с утра был дождь всю ночь был тоже дождь моросящий с утра был ливневый дождь и вот буквально секунду как я сказала включилась солнышко в общем что творится мамочки мне уже жутко я вот попробую снять без штатива снимаю себя в зеркало своего старенького шкафа я уже сняла себя и куртки все теплые вещички но совсем вот раздеться до футболок я не могу решиться я все-таки человек приехавший из севера из мурманска и вот одновременно вот единовременно снять себя всю одежду до футболки мне очень очень непросто поэтому я вот переоделась в более-менее легкую одежду попробую пойду поработаю на улице вот в таком виде что получится если мне все таки будет жарко буду продолжать раздеваться набирают бутоны мои пионы ой как сказала набирают бутоны мои пионы ничего себе вы представляете май месяц еще даже не середина сегодня 12 мая и уже вот я вижу первые бутоны ну это просто чудеса вокруг своей бани я решила обсадиться бешеным огурцом вообще это простонародное название растение это имеет вполне себе приличное ботаническое название вот я сразу не припомню господи в следующем ролике возможно скажу но как я уже сказала в простонародье его называют бешеным огурцом то есть это лиана декоративная то есть она такая не то что даже декоративная она считается сорняком растет на пустырях растет где-то деревья оплетает вот везде и всюду в средней полосе ее можно встретить и у меня пришла такая мысль в голову пока снесется моя баня ее можно вполне неплохо задекорировать при помощи вот этого растения вот я вчера высадила дождиком это все пролило замечательно вот они такие замызганные запачканные но самое главное живые и бодрые вот это самое самое главное ну будем расти будем смотреть друзья мурманчане а у вас еще не цветут одуванчики наверное только первая мать и мачеха пошла ну вот дарю вам хотя бы в ролике вот такой замечательный кустик вот тут уже вовсю они цветут сейчас покажу вам какие у меня выросли одуванчики снимаю издалека чтобы было понятно размер вот это вот этой куртины вот этого куста огромного представляете наросло но я думаю этот одуванчик тут уже растет не первый год вот такой огромный куст вырос красивый он весь в пчелках я близко подходить туда боюсь руки подставлять не буду поверьте на слово очень большой красивый куст одуванчик так что одуванчики тоже бывают красивыми вот так прекрасно они себя чувствуют на благодатной белорусской земле очень дружно взошел салат этот салат я покупала здесь в беларуси надеюсь это тот же самый салат который я всегда сею у себя сеяла вернее у себя в мурманске салат под названием дубачок правда здесь название немножечко отличается он назывался дубовый лист но надеюсь это одно и то же чем поживем увидим что из этого получится салат шикарный то есть я его использовала и на клумбах и в приготовлении и везде и всюду он смотрелся великолепно то есть вот это салат дубовый лист или дубочок но я надеюсь одно и то же дружно взошел горох прямо вот весь в квадрате которые я засеяла горохом это кстати горох у меня как же сказать сахарная сорта то есть деликатесный вот вспомнила слов а вдоль забора вдоль сетки рабицы я засеяла обычным пассивным горохом ну хотя говорят стручки в принципе мало чем отличаются от деликатесного гороха тоже если их снимать молодыми тоже сладкие тоже вкусные редиску я вам уже показывала редиска продолжает расти все с ней в порядке все активно все здорово все все взошло на моей клубничной земляничной грядки тоже полный порядок полный ажур я хочу сказать даже некоторые кустики уже набирают бутоны а это говорит о том что они прижились будут бутоны будут и плоды значит тоже все отлично интересный кустик я обнаружила неподалеку от своего дома в лесу выкопала принесла на клумбу себе и вы знаете совсем недавно я обнаружил вернее не обнаружила а уверилась уже теперь я с абсолютной уверенностью могу сказать что это спирея вот так что здесь в лесу можно найти даже спирею спирея и рядом ближе уже не подойду айва японская тоже неприхотливое растение вы знаете легко и просто пересадилась даже тургор не теряла листья не теряли тургор перри пересадки а вот чего не скажешь о бузине а вот бузина казалось бы неприхотливая показывает свой характер одна веточка прижилась вот такая она замечательная вторая как видите в глубокой задумчивости но я с ними разговариваю коротко разговор у меня с ними короткий я говорю поскольку вам дан шанс расти на одной клумбе вместе с культурными растениями с элитными и если вы этот шанс не используете у вас место для вас подготовлено на компостной куче вот только так и никак иначе надеюсь бузина меня услышит и в общем-то исправится ну вот одна веточка уже уже молодец ну а на эту посмотрим на ее поведение смотрите я вижу уже бутончик ветер такой вот тепло на улице жарко но ветрено вот спире зацветает уже набирает бутончик рядом шнит лук который тоже я вижу бутоны появляются у которого в общем скоро вся эта скромная клумба у меня так или иначе будет свистим я надеюсь а вот эта красотища зацвела сегодня вернее как раскрылась полностью вот бокал свой раскрыл этот тюльпан только сегодня сегодня 12 мая к сожалению на четыре дня позже чем я привыкла я же вам рассказывала обычно тюльпаны дарят на мой день рождения то есть это мой мой цветок с детства сколько я себя помню мне всегда дарили тюльпаны вот такие алые вот по моему самые-самые красивые на мой взгляд этот раскрылся только сегодня вот на четыре дня запоздал но ничего страшного ничего главное главная красота вот она воочию мы видим вот такой у меня замечательный тюльпан показывала вам или нет вот это вот растение по моему что-то из семейства очитковых или очитковых кто как говорит вот здесь она у меня в сныте затерялась я наверное его сейчас буду потихонечку пересаживать на ту клумбу которая у меня в зоне декоративного моего будущего садика в середине находится вот делаю из него бордюр поскольку камушками выложить здесь оказалось проблематично в таком объеме камней здесь не отыскать сколько их было у меня в мурманске можно было использовать везде и всюду поэтому будем искать другие выходы из ситуации вот попробуем сделать бордюрчик из такой замечательной ну травки цветочка не знаю он большим не будет вот он вот так вот стелется по земле вот из него и получится мне кажется неплохой бордюрчик ой ребята печет докосила я до середины площадку за домом я вам рассказывала здесь планируется строить вольер для моих уличных девчонок ну поскольку был дождь сейчас трава еще мокрая не просохла электрокосой я думаю не стоит здесь работать просохнет потом докошу до конца вот осталось туда до сливки и граблями проработать и в общем то вот она площадка чистая здесь у меня не могу сказать что это за деревца то ли вишенки то ли сливки вот затрудняюсь ответить два молоденьких дерева прямо на углу дома ну и финальным аккордом сегодня у нас будет одуванчиковое поле друзья мои все побежала переодеваться все-таки до футболки и наверное приступать к активным работам солнце высоко еще можно много чего поделать а вас благодарю за просмотр напоминаю вы были на канале как я тут поживаю с вами была Виталя всем спасибо и пока до новых встреч